Перевод Ольга Шибанова. Озвучено специально для группы озвучка индийских сериалов. Вызов ради дела. Почему здесь столько охраны? Сегодня в суд приедут все министры государственного кабинета. В этом причина. Этот парень просто супер. Он всех собрал сегодня в суд. Разве тебе не пора уже в офис? Почему сидишь около телевизора? Матч по крикету идет? Да нет же, дело в суде будет. Этот случай произвел сенсацию по всей стране. Напряженность в обществе и в средах массовой информации. Сегодняшние заседания собраний отменены, потому что министры присутствуют в суде. Собрались партийные работники и начали агитацию. Министры, которых обвиняют в деле о коррупции, подъезжают до зала суда. За пределами суда люди скандируют лозунги против министров. Прямо сейчас в суд входят обвиняемые. Люди очень злятся на министров. Народ протестует и агитируется вне суда. Люди возмущены. Министров, которых выбрал народ, обвиняют в коррупционном деле. Члены правящей партии протестуют вне суда. Люди недовольны. Ситуация окажется очень серьезной. По всей стране это дело вызвало интерес. И произвело фурор в государственной политике, заставив так много министров явиться в суд. Один-единственный человек сделал это возможным. Так давайте же узнаем о нем. Здесь парковка запрещена. Вы не видели табличку? Табличку? Че, табличку не видел? Министр здравоохранения. Если вы не уберете машину, движение будет затруднено. Посмотрите, какая пробка. Вы не думаете, что есть разница между министром и простым человеком? Эй, ждите час. Я открою больницу и приду. Тогда мы все уйдем по очереди. Вы и мой помощник следите за тем, чтобы оттуда никто не двинулся. Я вернусь после открытия. Что делать, когда ответственный министр сам так говорит? Что за чушь? Мы же на работу опоздаем. Мы в школу не успеем. Да. Кто-нибудь сможет это остановить? Есть человек, который может не только контролировать их, но и играть с ними. Доброе утро, сэр. Что такое, Сатти? Почему этот автомобиль остановился? Из-за жира, сэр. Тогда его нужно растопить. Зовите его. Возьми это. Спасибо. Ослабь немного. Еще, еще. Эй, идиот, ты кто? Шел вон. Как ты смеешь перемещать машины министра? Что у тебя за позиция такая? Ну так говори, что за позиция у тебя такая, а? Говорят, что это безумие на телугу, отношения на английском, но у меня дома называют это моим именем. Чего ты ждешь? Тяни. Наконец-то, нормальный полицейский. Ну, вперед, вперед. Давайте уже, езжайте. Я выпишу одну штрафную на все машины. Как вы оплатите, это ваш выбор. Либо прямо в участке, либо онлайн. Все удобства доступны. Сэр. А что мне сказать министру? Лидер должен быть кольцевой дорогой, полезной для общества, но не люком, перекрывающим их. Отличная цитата. Предложите все тесты и опустошите их карманы. Пожалуйста, займитесь этой работой. Теперь уходите. Эй, Чари? Сэр. Чари, что это значит? Где машины? Дорожный патруль увез все наши машины прямиком в участок. Почему ты не сказал им, чьи это машины? После того, как я сказал, он выписал штраф. Прежде чем я войду в его участок, в моих руках должен быть ордер о его переводе. Если нет, я повешу эту гирлянду на твое фото. Понимаю. Мне вызвать авто? Разумеется. Авто либо машина, она должна быть с конвоем. Эй, патрульный, выходи. Как ты посмел увезти все мои машины в участок? Сэр, держите. К тому времени, как я доехал сюда, в моих руках уже есть ордер о твоем переводе. Господин министр, мы не доставляли ваши машины в участок. У нас уже два дня, как пропал наш тягач. Сэр, он не тот патрульный. Чего ты сказал? Теперь я все понял. Он угнал наши машины с угнанной полицейской машины. У него большой талант, сэр. Талантливый мой фут. Из-за этих рейдов я спрятал все свои черные деньги в этом гребаном конвое. Ему невероятно повезло. У него не просто удача, а экстра удача. Мой фут ушел, я ухожу. Талантливый мой фут. Талантливый мой фут. Талантливый мой фут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дорогой, завтрак готов? Да, иду. Эй, постой. Вы ведь Субаш со съемной квартиры нашего третьего дома? Бог мой, как вы меня узнали? А как не догадаться, если вы с двух месяцев не платите? Ну... Подождите, ваши смены на работе меняются постоянно, как я прихожу, в чем дело? Ни в чем, сэр, я заплачу на эту неделю. Если не заплатите, то вся моя семья будет отмечать праздники у вас. Только не, это умоляю, держите. Не отпирайте, сидите. Зять! Зять! Да. Как можно принимать ванну в доме напротив? Вы ведь сдавали его. Этот бедный Нандарао хороший человек. Он дал ключи, чтобы присматривать за домом, когда уходит. Я использовал гейзер, иначе он испортился бы. Главное проявлять осторожность при получении арендной платы. Вот поэтому вас называют вы лишь варрао. Вы ничего не упускаете. Если я начну использовать, и Джио покажет нулевой баланс. Вы не оставите даже Джио. Папа! Хорошо, сынок. Хороший велик. Новый? Кто знает. Спросим у парня, который его купил. Что это значит? Этот велик тех, кто живет в третьем доме. Будет ли сын пить газировку, когда отец пьет спиртное? Порода одна и та же. Да, он быстро подскажет. Черт, он станет политиком. Ну не-е-е-ет. Да. Алло, это меня. Отойдите-ка. Проходите. Эй, подними его. Ну и зачем вы вошли? Чтобы использовать вас. Чего? Я имею в виду, что мы используем ваш пентхаус, верно? Мы не успели получить цветы вовремя. Я видел тех, кто получает зарплату первого числа, но вижу, что только вы исправно платите в этот день. Скажите, хоть кем работаете. Туда и обратно. Чего? Мы храним вещи при себе снаружи и снаружи вещи при себе внутри. А, импортный и экспортный бизнес? Ух ты, вы поняли? Пойду приберу. Нет, сестра. А я буду. О, нет. Он управился, сестра, с горячей опмой. Видите, тут кешью. Там и там. Все пропало, бро. Мы постимся сегодня, забыл. Зачем нам поститься? А-а-а, да. Да. К этому богу. Корпоратор в безрукавке. Мы оба молились, чтобы зять стал корпоратором. Ребята, вы тронули мое сердце. Ты когда-нибудь зажигала лампу, умоляю, чтобы я стал корпоратором? Посмотри на них, они прямо кружатся вокруг этой дряни ради меня. Вы мои настоящие сторонники. Идемте, зять, уже поздно, и храм могут закрыть. Зачем мне идти, если вы молились? Вам нужно обратиться к богу, и вы быстро станете корпоратором. Корпоратор! Слава богу! Зачем мне делать круги, когда вы молились? Мы молились, чтобы вы сделали. Я не могу, вы делайте. Главный священник, получит ли он результат, если круги сделаем мы? Это все равно, что предлагать мне и просить бога о благе. Круги надо сделать самому. Ну вот, спите и переворачивайте. Что переворачивать? Мы молились, чтобы все тело зятя переворачивалось. Как это понимать? Ты же знаешь, что это займет пять дней, как отборочный матч. Я не могу. Вы попытаетесь сыграть матч с богом, и будете разорены, если вам все равно. Моя попа опухнет, если я перевернусь. Вам нужна должность корпоратора? О нет, разве кто-то, способный ходить по храму, будет передвигаться по палате корпоратором? Эй, хватит, что это еще за шантаж? Ладно, я перевернусь. Супер! А вы посчитайте. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Сэр, почему все кидают монету в пруд и погружаются? Считается, что добро приходит, бросив монету в этот пруд и делая три погружения. Дай монету, чувак. Монета и я... Есть! Держи! Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, что это за традиции, но это издевательство. Все ждут тебя. Тебе нужно срочно переодеться, пойдем. Эй, куда ты спешишь? Ты получишь добро, только сделав погружение. Я уже его получил, а погружаться будешь ты. Слава Господу! Слава Господу! О нет, с такой скоростью он сразу может стать депутатом! Слава Господу! Кто это загораживает ноги, негодяй? Это я загораживаю. Это вы! Это вы, зять! Сколько кругов сделали? Вы не считали? Мы считали, десять. Пять! Ты сказал десять, а он пять. Вместе сложите. Пятнадцать? Да! Слава Господу! Слава Богу! Где она? Не видел ее? Нет, мы упустили ее. Да, вижу ее. Бро, вон она! Она пришла, сват. Проходи сюда и садись, дорогая. Моя дочь немного застенчива по натуре. Вся эта застенчивость и наигранность только перед нами. Когда в клубы ходят, они другие. Здесь, по вашей традиции, я сохранил первое свадебное приглашение у ног Господа и поклонился. Теперь вы можете обменяться ими. Мне не нравится обмениваться подарками и приглашениями. Не знаю, что они предлагают. Нет, я уже дал слово твоему отцу, что не сделают для тебя ничего меньшего. Больная идиотка, ты заразишь моего сына. Отодвинься! Откуда ты привез эту больную? Сестра. Я лишь привез. Пользоваться это ваше дело. Хорошо. Дай ему телефон. Вы его не взяли, мадам. Ты забыла и не сказала мне его взять, негодяйка! Эй, говорят дети равны Богу. Я наблюдал за вами. Вы даже как к человеку к ним не относитесь. Эй, зачем вы вмешиваетесь в мои личные дела? Что значит личные, а? Недопустимо, чтобы дети такое терпели. За это я могу отправить всю вашу семью за решетку. Как вы можете мне что-то говорить? Я привела сироту и кормлю ее два раза в день! Вы ведь делаете работу три раза в день? Если у вас действительно есть чувство, дайте жизнь сироте, позаботьтесь об этой девочке, как о вашем сыне. Сынок, мы позаботимся об этой девочке, как о собственном ребенке. Пожалуйста, уходите сейчас. Из-за боли кажется, что все части тела изменили свое положение. Ты массаж делай, когда тепло прикладываешь. Сколько услуг вы заставите меня сделать за задержку месячной платы? Если еще задержишься, то найду тебе грязную работенку. Не надо, так будет лучше. Пожалуйста, проходите, садитесь. Зачем он пришел? Что он тут делает? Мы выпьем на троих. Он не пьет, чувак. Разве я сказал мне, но наливать не буду. Эй, друг, налей. Спасибо, брат. Для нас. Эй, продолжай. Он не понял смысла. И все же, ее брак назначается всего через пять минут после того, как я ее увидел, чувак. Ее брак не назначался после того, как ты ее увидел. Она уже была помолвлена. Значит, вы смотрели на девушек, заставляя меня кружиться по храму? Это те самые боли. Зачем вы крутились вокруг храма? Эй, это наша молитва. Что ты там долго дуешь, идиот? Тепло. Тепло давно остыло. Иди и разогрей. Иди. Послушай, спроси меня заранее, а потом уже молись. И вообще, что это за храм такой большой, как стадион для крикета? Если я стану корпоратором, я построю все храмы в своей палате очень маленькими. А, спасибо. Зять думает стать корпоратором так же просто, как припарковать машину. Чтобы победить как корпоратор, вы ведь должны сначала решить проблемы людей этого района. У меня должен быть какой-то пот, чтобы прояснить их проблемы. Но великому человеку для этого не нужен какой-то пост. Да, красивые слова. Но реализация стоит больших затрат. К тому же, вся грязь этого места находится в этой колонии. Наводнение, если идет, дождь и засуха, если нет дождей. Я не решу этих проблем, не получив от высших наций ссуду. Зять, оставьте деньги на нас. Подумайте о проблеме здесь. Откуда у вас столько денег? Говорил, мы занимаемся бизнесом туда и обратно. Мы достаем его, когда входим и толкаем, когда уходим. Понял, понял. Вы инвестируете, а я получаю имя. Сатти. А? Ты видел, кто следующая цель? Нет, я сам этого жду. Покажи это моему богу. Ух ты. Какое прошлое у этого парня? Его зовут Амит Раджви. У него десятки многопрофильных больниц в городе. Он король медицинской мафии, владеющей фармацевтическими и химическими компаниями. Но за этим человеком стоит главный, Найк Пхай. Найк Пхай, король тысяч крор нелегальных денег. Это Амит, важнейшее звено в нелегальной сети, которую управляет Найк. Алло? Алло. Найк Пхай? Все деньги в нашем медицинском городке. Немедленно отправьте их в ликероводочный магазин. Хорошо, Найк Пхай, но... Как мне отправить деньги прямо сейчас? Слушаю вас. Есть ли какая-то связь между тем, что он посылает деньги из медгородка в ликерный и тем, что мы подсчитываем измерения трассы, бро? Слушай меня внимательно. Он отправляет лекарства в больнице по всему миру через этот товарный поезд каждый четверг. Найк Пхай только что звонил, чтобы отправить все деньги в магазин. Чтобы отправить деньги Найку, первое, о чем он подумал, это товарный поезд. Я отправлю деньги в товарном поезде вместе с лекарствами. Это означает, что богиня Лакшми идет по этим следам. Поезд прибывает в Садосипвет ровно в час тридцать. Вынеси все деньги из последнего вагона и спрячься в винном квартале. Именно так. Именно здесь ты остановишь появление богини. Будь осторожен. Это деньги Найк. Хорошо, брат. Эй, когда приедет товарный поезд? Через 15 минут. Стой! Остановись! Остановись! Трактор остановился на рельсах! Стой! Эй, посмотри, какой-то парень стоит на трассе. Остановитесь, пожалуйста! Остановитесь, сэр! Стой! Эй, стой! Остановись, остановись! Остановись, остановись! Слава богу, вы остановили его, сэр. Эй, ты, совсем спятил, придурок? Зачем ты остановил трактор здесь? Вы имеете в виду, остановил машину, если я так понял, да? Черт возьми, ну и что теперь делать? Как значит, работы у меня все равно нет. Если мы сядем по дереву и сыграем в карты, за час у меня закончится смена. Ты издеваешься? Если мы не прибудем вовремя, с нами сыграет начальство. Давай мы посмотрим. Простите, сэр, идите. Эй, деньги здесь и люди вместе с ними. Понадобится время, задержи их там как-нибудь. Хорошо, я постараюсь. Сделай это быстро, я волнуюсь, бро. Что, идиот? Думал взять это, надеюсь, что здесь никого нет? Я заберу даже в этом случае. Эй, попробуй сейчас. Нет, не запускается. Он запустится, если его восстановить, он же сломан. Пойдемте лучше сыграем в карты. Так не пойдет, давай толкать. Эй, ты, держи сцепление. Может хотя бы одну партию? Какую партию? Давай вперед. Толкай, давай толкай. Толкай давай. Да я толкаю, толкаю. Похоже, он нападает. Давай толкай. Бей его. Толкай давай. Давай бей, мой дорогой, бей. Эй, когда я говорю толкай, почему ты отвечаешь бей? Ну, я прошу ударить себя, сэр. Толкай давай. Бей. Бей. Черт. Не похоже, чтобы он двигался. Ну же, сэр, толкайте его. О, нет. Помедленней. Эй, почему ты поставил машину на дороге? Как я проеду? Поскольку другого пути нет, и мы остановили поезд. Постой же, мужик. Трактор же повредится. В ином случае, ни мой грузовик, ни этот поезд не двинутся. Помедленней давай. Трактор повредишь. Да, давай. Поехали. Бро, они вытолкали трактор с трассы. Дело сделано. Бро, я тебя спрашиваю. Слава богу, проблема решена. Теперь можешь сесть и сыграть в карты. А ты иди в кабину, иначе все оштрафуют нас, если опоздаем. Ты где? Идем. Бро, ты где? Бро, поезд тронулся. Бро, ты слышишь? Забудь о деньгах. Тебе нужно немедленно уйти. Бро, ты слышишь меня? Поезд уходит, бро. Вы сказали, поезд придет через 15 минут. И где же он, а? Сколько бы вы мечей не показывали, он приходит со временем, сэр. Вот, приехал. Ты отсоединил вагон с грузом? Ты гений. Говори. Аджай, брат, здесь нет денег. Чего там нет? Посмотри получше. После проверки я сразу позвонил тебе. Нет там денег. Что ты теперь скажешь Найку? Лондон. Лондон. В чем дело, сэр? Сколько еще нас заставят здесь ждать? Разве они не знают, что вы министр внутренних дел? Ты знаешь, кто он? Министр финансов в Китае. Да, мы рядом с ним. Министр иностранных дел Уганды. Здесь абсолютно все в более крупных постах, чем мы. Все они пришли перед нами и ждут встречи с ним. Я приехал в Лондон из Индии не для осмотра достопримечательностей или отдыха, а чтобы принести пользу нашему штату. Для этого я могу подождать до любого времени. Министр Джаиндер из Индии. Здравствуйте, сэр. Я очень горжусь тем, что, будучи тилушцем, вы обеспечили прекрасное положение в мировом бизнесе. Спасибо. Если вы создадите недавно запланированную Cars Company в нашем штате, чем в любом другом, вы облегчите жизнь очень многим людям. Обязательно. Я подумаю об этом. Наша команда скоро приедет в ваш штат и проведет опрос. При всех благоприятных условиях мы устроимся прямо там. Отлично. Спасибо, сэр. Невезучая девчонка! Эй! Привет, малышка. Привет, сестра. Эй, они определили тебя в школу? Нет, сестра. Тогда? Знаю, что произошло в тот день. Водитель, останови машину. Выходи. Мадам. Зачем ты просишь выйти, ее сестра? Из-за этой девчонки на мою голову льется столько грязи. Мне она не нужна. Она же больная. Если завтра умрет, то ко мне снова придут. Нет, мадам, не заставляйте меня выходить. Выходи. Мадам. Тогда кто же определил тебя в школу? Тот дядя, что заметил меня в храме. Он увидел, как я работаю, и заставил меня пойти в школу, забрав оттуда. А ты знаешь, где он сейчас? Не знаю, сестра. Я больше не видела дядю с того дня. Малышка, иди скорее, уже поздно. Пока, сестра, увидимся. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Я сразу поняла, что он благородный, когда увидела его в храме. Он устроил ребенка в школу, не имея каких-либо отношений. Это великий поступок. Между ним и этой семьей большая разница. Я отказалась от этого брака с отцом в тот же день. Сделала хорошее дело. Я так хочу встретиться с ним. Что такое? Господин впечатлил тебя? Ты же все еще не знаешь, кто он и где живет. Как с ним встретишься? Мы можем поискать на фейсбуке, твиттере или инстаграме. Нужно хотя бы знать имя. Мне почему-то кажется, что он работает в конторе, например, в бизнесе или айти. Мы можем попробовать найти его по этим профессиям. Хорошая идея. Эй, шестифутовый красавец. Понравился мне с первого взгляда. Клянусь, этот человек без недостатков ущипнул меня за сердце. Мы ни разу не поговорили и не выпили ни одной чашки кофе. Мы не сделали ни одного селфи. Куда же делся этот красавчик? Прямо сейчас. Где же ты, красавчик? Прямо сейчас. Что делает он? Прямо сейчас. Что он ест? Прямо сейчас. Что он слушает? Эй, шестифутовый красавец. Понравился мне с первого взгляда. Клянусь, этот человек без недостатков ущипнул меня за сердце. Эй, зачем приехал? Вы сказали нет браку со мной. Что вы за семья? Посмотри на ту девушку. Моя ошибка в этом. Все кончено? Исчезни. Приведите парня, что понравился мне. Отдайте его и уходите. Если бы было такое приложение, я бы пообщалась и сказала спасибо. Надену крылья бабочки и использую очки в гугле. Я проверю земной шар с лупой и поймаю этого парня. Прямо сейчас. Где же красавчик? Прямо сейчас. Что делает мой дорогой? Прямо сейчас. Что он ест? Прямо сейчас. Что он слушает? Субтитры сделал DimaTorzok Нет сомнений, детка, ты его обязательно получишь. Что ты с ним сделаешь, когда найдешь его? Могу ли я сказать, что я сделаю, если вы спросите? Почему вы так волнуетесь больше, чем я? Прямо сейчас, где же ты, красавчик? Прямо сейчас, что делает мой дорогой? Прямо сейчас, что он ест? Прямо сейчас, что он слушает? Эй, шестифутовый красавец понравился мне с первого взгляда. Клянусь, этот человек без недостатков ущипнул меня за сердце. Мы ни разу не поговорили и не выпили ни одной чашки кофе. Мы не сделали ни одного селфи. Куда же делся, красавчик? Прямо сейчас, где же ты, красавчик? Прямо сейчас, что делает мой дорогой? Прямо сейчас, что он ест? Прямо сейчас, что он слушает? Прямо сейчас, где же, красавчик? Прямо сейчас, что делает мой дорогой? Прямо сейчас, что он ест? Прямо сейчас, что он слушает? Эй, стойте! Кто вы такие, эй? Надели полицейскую форму и собираете деньги с людей? Стоять! Что такое, Парватама? Ты пришла так поздно. Нужно было заплатить за её операцию, поэтому к доктору и пошли. Вы уже там были? Да, но они ушли, эти доктора, сказав, что уже время обеда. Не знаю, как долго нам ещё ходить. Мы тоже пойдём и покажемся. Присмотри за моей внучкой. Иди, Парватама, иди, мы присмотрим за девочкой. Сейчас время обеда, зачем вы звоните без надобности? Сообщим вам, до свидания. Эй, 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 женщина, лифт не работает. Если дотронетесь до него, только может ударить. Табличка же висит. Идите по лестнице, пока вы до них доберётесь, обед закончится. Идите, идите. Ах. 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 Сэр, я позабочусь о тех, кто придёт сюда. Попросите господина министра позаботиться обо мне. Ладно, сэр, мы здесь ради вас. Когда земля вырыта для Арахиса... Сэр. Сэр, быстрее заберите наши деньги. Не нужно сделать операцию моей внучки, сэр. Я слушаю, это уже несколько месяцев. Что за ерунда? Вы что-то другое говорить умеете? Не говорите так, сэр. Если вы быстро договоритесь о компенсации, мы прооперируем нашу внучку. Сколько я должен говорить? Требуется время, так как все документы необходимо проверить. Мы бродим уже несколько месяцев. Сколько времени это займёт, сэр? Лифт не работает. И вы работаете наверху. Почему вы так говорите? Какая гарантия, что ваша внучка была в поезде, когда произошла авария? Где доказательство того, что она ваша внучка? Господин Самбасевара, старик острит в словах. Послушайте, не так-то просто получить бесплатные деньги от правительства. Это требует времени. И всё-таки, что это за ежедневная пытка для меня? Так вы дадите деньги, если она умрёт у вас на глазах? А почему бы и нет? Какие ещё расспросы, если всё будет так? Так ведь? Но мы ведь этого не видели, верно? Так что, пожалуйста, уходите. Давайте, уходите уже. Ваша внучка будет жива, только если заплатите в течение месяца. После этого я буду бессилен. И всё-таки, что это за ежедневная пытка для меня? Так вы дадите деньги, если умрёт у вас на глазах? А почему бы и нет? Какие ещё расспросы, если всё будет так? Парвати! Она покончила с жизнью, бродя по округе, чтобы отдать деньги внучке. Парвати! Парвати! Она умерла у вас на глазах! Вы отдадите деньги сейчас! Как мы поймём, случайность это или самоубийство? Расследование, так ведь, сэр? Пусть расследование состоится, и тогда посмотрим. Идёмте, ребята. Парвати! Сэр, это то место! Сэр, это то место! Где это место, господин Мурти? Это то место, сэр! Трактор остановился здесь? Да, именно здесь! Тогда откуда этот полуприцеп? Там, около того моста, сэр! Под этим мостом есть дорога? Да, сэр! Вы дежурили в этом месяце 2-го числа! Сэр, сегодня 10-е, а Абулес 9-го... Вы были 2-го числа! Вы точно правильно посчитали! Я правильно посчитал! И что же произошло в тот день, скажите мне! Ровно на середине пути остановился трактор, сэр. Потом остановился товарный поезд, идущий по рельсам, так как трактор остановился посередине. Но самое удивительное то, что последний вагон был там, на краю того моста, кажется. Но, похоже, остальная часть поезда ушла. Что вы имеете в виду, говоря, кажется? Значит, вас в то время там не было? Вы говорите не то, что видели, а то, что слышали. Так как ни один поезд не прибыл в течение часа, сэр, я пошел за носильщиком. Он прекрасно спланировал наблюдение за тем временем, когда никто не выйдет отсюда. Трактор остановился не из-за поломки, а специально. Вагон не отцепился сам по себе, его отцепили. Они спланировали, чтобы вагон с деньгами остановился точно на краю моста, поставил машину под мостом и украл деньги. Это хорошо спланированное ограбление. О, нет. Это было ограбление? Господин Мурти. Сэр. Мне нужны данные о двух машинах, которые он использовал. Да, сэр. Я не мог понять, как передвигаться в колонии в одежде, Кхадар. Будет ли отклик, если работы будут выполнены? Вас впереди ждет еще очень много сюрпризов. Идемте. Да здравствует водокамова лишь варрау. Да здравствует водокамова лишь варрау. Отрежьте красную. Да здравствует водокамова лишь варрау. Да здравствует водокамова лишь варрау. Вы идиоты. Должен же я быть жив, чтобы стать корпоратом, а? Эй, дайте эту палку. Брат, твой удар был тяжелее, чем шок от этого. Я сказал разрезать ленту, а не провод. Я не понял сразу. Господин водокам, вся колония утонула всего из-за одного сантиметра дождя. Вы совсем не думали о деньгах и организовали вокруг нее сливные ямы. Даже ни одна капля не задерживается из-за таких сильных дождей. Мы очень рады, сэр. Да здравствует водокамова лишь варрау. Водокам, после стольких дел, если ты сейчас исполнишь наши маленькие пожелания в этой записке, мы будем молиться на твою фотографию. Да, брат? Ладно, ладно. Это целый сценарий или маленькие пожелания? Неужели нет конца? Это наши пожелания. По всей колонии должны быть проложены цементные дороги, прорытосливные ямы, один телевизор на дом, кабельное подключение для дома с телевизором и подключением... Вообще-то этого хватит, если проблема с электричеством решена. Вы хотите, чтобы я электростанцию сейчас поставил? Не надо электростанции. Поставим солнечные батареи, тогда не будет счетов за электроэнергию. Тогда у меня не будет... Да здравствует водокам Валишварау! Да здравствует водокам Валишварау! Эй, хватит, ребята, хватит! Дайте мне время, и я подумаю. Брат, даже они поняли мою слабость. Я должен продать все дома ради солнечных батарей. Не думайте вы о деньгах, у нас есть туда-сюда бизнес, не так ли? Понятно. Будем вынимать изнутри и толкать то, что снаружи. Зять все здорово уловил. Чего уловил? Да здравствует водокам Валишварау! Что случилось? Со мной это невозможно. Ты заставляешь меня уйти из школы и искать день и ночь уже неделю. А сейчас ты заставляешь меня бегать по паркам ради него. Нет, я больше не могу этого делать. Я почему-то чувствую, что увижу его здесь. Привет! Привет! Эй, привет! Твоя девушка, бро. Знаю, братан, но она ведь все равно замужем. Но только замужем. Привет, сэр. Вы меня узнали? Ты... В тот день в храме. А, да. Мы так долго вас искали. Зачем вы его ищете? Какое у вас с ним дело? Сказать спасибо. Но за что? За то, что вы помогли тому ребенку и определили ее в школу. Ах, да. Я чувствовал, что и будет лучше вне той семьи. Вы правильно поступили. Почему она говорит правильно, когда сама из той семьи? Пока что из той семьи. Подруга, ты так долго его искала, а сейчас слова нужные найти не можешь. Скажи что-нибудь. Сэр! Завтра мы организуем мероприятие в нашей школе. Хорошо. Вы должны прийти и быть главным гостем. Я главный гость? Придя в качестве гостя, вы думаете, что он знаменитость? Все с добрым сердцем знаменитости. Спасибо. Эй, она похвалила не тебя, а его. Ах ты. Подожди, дружище. Я приду, только сообщите мне время. Куда ты собрался? У нас же дело. Сэр занят, и это невозможно. Чем же сэр так занят? О, мы же не сказали. Мы выносим то, что внутри, и... Хорошо, дадите свой номер. Зачем? Зачем тебе его номер телефона? Эй, а почему тебя это беспокоит? Она его спрашивает. Парню, что женится на ней, будет конец. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да, благодарю. Достаточно. Сколько уже можно? Пока. Пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Подружка Наяка. Она сама похожа на лошадь. Ну что это за маня на лошадей? Я уничтожу это безумие, а ты продолжай согласно нашему плану. Хорошо. Алло, фаворит девятый номер? Добро пожаловать, мадам. Когда начнется гонка? В ближайшие 20 минут, мадам. Толпа сегодня огромная. Отличная ставка на нашу лошадь с девятым номером. Очень хорошо. Наша лошадь сегодня горячая фаворитка. 10 тысяч рупий на лошадь номер 9. 3 тысячи рупий на лошадь номер 9. 5 тысяч. Нет, 8 тысяч на лошадь номер 9. Сегодня победит лошадь с девятым номером. Мадам, наш жокей пропал. Что? Сейчас начнется гонка, а жокей пропал? Как так? О, Господи. Немедленно замените жокея. Альтернативный жокей на данный момент жесток, мадам. Тогда немедленно снимите нашу лошадь с забега. Если мы снимем лошадь сейчас, нам придется заплатить вдвое больше. Нет. Где девятый? Куда делась номер 9? Боже. Нам конец. Что же делать? Там девятый. Это девять. Да. Давай. 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 Беги. Беги. Давай. Беги. Ты сможешь. Он пришел вовремя и спас нас. От всей души. Поздравляю. Давайте. Хлопайте. Мы соберем все деньги. Вот ты. Так долго ездил на лошади. Выигрывал когда-нибудь. Посмотри на моего друга. Ладно, ладно. Спасибо тебе. Большое спасибо. Знаешь, из какой трудной ситуации ты меня спас. Я никогда не забуду эту помощь. Спасибо. Если мы помогаем человеку, то делаем это не зря. Увидев, как ты волнуешься, я решил помочь тебе, победив. Хоть я наконец и вступил в гонку, но я закончил ее первым. Разве ты вступил только в гонку? Ура. Итак, в первый раз ты увидел меня на самом ипподроме? Нет. Я слежу за тобой уже два месяца. Два месяца? Тогда почему не подошел сразу? Ждал своей очереди. Что? Я имею в виду, ждал подходящего момента. Почему его до сих пор нет? Извини. Добрый вечер, мадам. Деньги, которые вы выиграли в гонке. Спасибо. Я понесу это, мадам. Не стоит. Я сама. Не хочу вас напрягать, когда я здесь. Я же сказала, не стоит. Я справлюсь. Понял, мадам. Поздоровайтесь с Найк Пхаем. Увидимся. Всего две минуты. Хорошо. Хорошо. Извини. Всего 2 минуты. Маяк Пхай. Заткнись. Я сохранил это имя не для того, чтобы люди называли меня так, а чтобы скрыть свои деньги от имени Бинами, как ты. Поскольку это был ваш звонок... Тебя знобило? Проверять не нужно было? Ты был пойман, когда несколько слов, сказанных мной на любом собрании, записываются, вырезаются и заставляются слушать. Я ошибся, босс. Эй! Я потерял свои деньги! А как же ты? Я была в аэропорту, так как ко мне приехали родственники. Когда я вернулась домой, кто-то открыл сейф и украл все, Наяк. Родственники из твоего города? Кровное родство? Или постельное? Наяк. Те деньги были моими. Когда денег нет, зачем мне они? Понял, сэр. Когда я приехал из-за границы, кто-то украл все мои деньги. Прошу простить меня, Пхай. Парень, который записал мой голос и открыл сейф дома, должен быть таким же. Он нацелился на нас, а значит, мы должны подумать об этом. Мы должны поймать его прежде, чем это повторится снова. Вот ваш чай без сахара, сэр. Сэр, чай для него. Ничего страшного, приготовь еще. Сэр, ваш чай... Сэр, он забрал ваш фургон. Ничего страшного. Он сердится, когда я пью его чай. Столько злости. Фургон из-за чая. Выложите деньги из фургона на наш счет. Хорошо, сэр. Я дам вам список, и вы лично передадите чеки в их резиденции. Хорошо. Придет ли он? Ты столько раз ему звонила. Прошу тебя, скажи слова от всего сердца, и тогда он тут же придет. Я скажу, скажу. Пусть придет. Давай решим этот вопрос сегодня. Привет! Привет. Что за привет? Сколько раз вы сегодня звонили? Не можете подождать, пока он придет? Эй, звонили ему. Ты при чем? Переведи в беззвучный. Зачем ты просила приехать? Ну, я хотела сказать тебе кое-что. Что это может быть? Однажды ты спас малышку от семьи садистов, и может быть теперь тебе стоит спасти ее? Эй, помолчи. Что случилось? Значит, я... Ну, я... Это, я... Хватит говорить уже «я» да «это». Она пытается сказать, что очень тебя любит. Любит? Послушай, это очень неправильно. Ты знаешь, что произойдет, если твоя семья узнает об этом. Наша семья очень сговорчивая. Сговорчивая? Может, семья готова сотрудничать, но я нет. Я уговорю свою семью. У тебя не будет проблем? Послушай, даже если твоя семья убеждена, меня убедить невозможно. Если ты так со мной говоришь, я потеряю впечатление, которое у меня тебе есть, и твоя семья горчится. Все, увидимся. Пошли, друг. Эй! Почему она говорит-то? Ну нет, ты разве не видел в газетах и ТВ про жену, убившую мужа ради любовника? Похоже, нас ждет то же самое. Давай, поехали. Скорее, поехали уже. Давай, давай. Эй! Что такое? Почему он так убежал, когда я призналась? Даже я не понимаю. Двойной усиленный глушитель, немецкая технология. Если бы повторно пытались открыть, либо же открыть силой, все бы уже знали. Взломать с помощью газовых резаков или еще какого оборудования невозможно. Тогда как он взломал этот пароль, сэр? Возможно, он угрожал девушке или мог увидеть, как она набирает пароль. Эй, не трогай! На нем могут быть его отпечатки. Вызовите судебно-экспертную бригаду. Быстро! Да, сэр. Хорошо. Сэр, как вы и сказали, мы отслеживали данные о звонках. Есть повторные звонки с номера в ночь инцидента. Когда я сказала команду, узнав детали... Все детали этого номера фальшивые, верно? Именно так, сэр. Это было очень хорошо спланированное ограбление. У вора, которого мы ищем, есть тактика и цель. Посмотрим, как далеко он убежит. Эй, сэр! Где он остановился? Там, сэр. Это дом его. Бро, Найк пришел со своими людьми. Он, наверное, узнал, что мы украли деньги. Что мы будем делать? Он идет. Спокойно. Добро пожаловать, сэр. Это Вадакам Валишварау, ваш преданный фанат. Да, это я. Поздоровайся. Здравствуйте, сэр. Он выглядит жадным и расточительным идиотом. И ты хочешь мне сказать, что он тот самый парень? Не недооценивайте, глядя на внешность, сэр. У него есть валюта. Давай уже, делай быстрее. У господина много встреч. Сначала разберитесь с этим обозрением. Да ничего, что поздно. Пожалуйста, проходите, сэр. Ты это видел? Дорогой. Чего? Давай позовем братьев. Зачем их-то сейчас? Братья же причина того, что происходит. Какая причина? Я просто использовал их, и все. Это неправильно. Помолчи лучше, иди за мной. Господин министр! Вот в чем дело, друг. Так много использования. Такое уж его имя. Что это? Солнечная батарея, сэр. В каком доме вы это сделали? Сэр, у меня есть это для всей колонии. Вся колония? Да, сэр. Это тоже на мои деньги. Столько денег. Как вы это сделали? Вход и выход из бизнеса, сэр. Скажите, чтобы я понял. Все просто, сэр. Мы вынимаем то, что внутри, и толкаем то, что снаружи. Семья похожа на туп семью. Да, сэр. Вы должны это открыть. Пожалуйста, пройдемте. Идем. Да здравствует, господин министр внутренних дел. Да здравствует, господин министр внутренних дел. Хватит. Сэр, я сделал все в этой колонии с верой в вас. Какая еще вера в меня? Вы не говорили об этом господину? Сэр, я недавно говорил о кресле корпоратора. Да, сэр, для меня. Для него. Он уже отдал деньги на вечеринку, сэр. И готов выплатить остаток суммы. Вот почему я привел вас сюда, сэр. Ты присмотришь за этим. Хорошо, я займусь. Эй, водокам, иди сюда. Приходите в бар с остатком, и ваше место подтверждено. Хорошо. До встречи, сэр. О боже. Прогони парня, который мне не нравится, и приведи того, кто ближе всего. Бро, пожалуйста, господи. Спасибо, господи. Зачем вообще она сюда пришла? Что такое, бро? Ты тоже сюда пришел? Тебя что-то поймало? Чувак, меньше разговоров. Глянь туда. О нет, остановитесь, мадам. Остановитесь. Эй, постой! Почему ты всегда мешаешь им? Он сказал, что его кто-то догнал, и... Привет! Привет! Почему ты убегаешь, увидев меня? Я пришла в храм ради тебя. Слушай, я не для этого пришел в храм. Пожалуйста, оставь меня. К тому же ты должна кружить вокруг прихода Бога в храм, а не вокруг меня. Ты мой Бог. Я буду кружиться вокруг тебя, пока ты не согласишься. О нет, что это за слова в священном храме? Что плохого в любви? Нет, я полюбил тебя в тот день в том же самом храме, не зная, что ты замужем. Как я могу любить сейчас, зная, что ты замужем? Брак? Для кого? Для тебя, господин священник. Да. Тот день вы обменялись свадебными приглашениями, верно? Этот брак не состоялся, сынок? Ни одно совпадение, что я назначил, еще не окончилось свадьбой. Все разрушено между ними. Тогда и нашу свадьбу не назначайте. Очень хорошо. Наши сердца уже подошли, и мы не нуждаемся в благоприятном времени. Как насчет нашей любви? Что ты сказал? Да, сэр. Они украли деньги, спрятанные в нашем магазине. Как? Откуда он знает все места, где мы прячем деньги? Куда приезжает этот сотрудник СБА из Дели? Я уже позвал его, сэр. Здравствуйте. Что вы сделали по поводу дела? Я уже позавтракал, сэр. Сейчас мне ничего не нужно. Скажите ему, чтобы надел аппарат. Он разозлится и убьет его. Идите. Сэр, наденьте слуховой аппарат. Он сказал, узнали что-нибудь о воре. Да, у меня есть информация. Господин Муртик. Сэр. Желтую папку. Вся история о нем здесь. Взгляните. Эй. Когда просят показать, кто украл мои деньги, почему вы показываете их? Я знаю это. Смотрите следующее фото. Это он? Верно. Правильно ли вы провели расследование? Без всяких сомнений. Мне показать вам послужной список? Господин Муртик, дайте мне синюю папку. Не нужно. Привести все это в порядок. Вы сомневаетесь, что я слушаю этого парня? Сколько мошенничеств мы совершили вместе? Откуда у меня столько смелости воровать ваши деньги, а? Похоже, что офицер себя ислаб даже в видео, а не только в аудио. Эй. Он такого не сказал. Я сомневаюсь во всем. Я никого не оставлю, пока его не поймают. Включая тебя. Не оставляй, приятель. Не оставляй. Не надо. Почему он ко мне цепляется? Я проверил гороскоп, сэр. Наши планеты не подходят. Подонок ты, а? Умоляю, брат, у нас нет столько смелости воровать ваши деньги. Отпустите, пожалуйста. Эй, бей его, давай, бей. Брат, нет, отпустите нас, пожалуйста. Пожалуйста, отпустите меня, брат. Если я прикоснусь к вашим деньгам, то буду знать последствия. Я ничего не знаю. Спрашиваю в последний раз. Тебе нужны мои деньги? Или твоя жизнь? Мне нужно место корпоратора. Уже давно ты взял деньги, и этот вопрос должен быть решен сегодня. Прикончу. Эй, Водокам, уходи. Уходи, тебе отсюда говорю. О чем он думает? Эй, отпусти. Он что, злится? Почему он стреляет по мне? Он что, думает, это игрушка? Я был бы уже мертв, если бы пуля попала в правильное место. Послушай, у него украли деньги. О каком месте может идти речь? Украли из дома министра? Он всегда ходит с полицией и головорезами, да? Как у него украли? Нет же, украли через его бинами. Смотри сюда. Послушай, если вы поймаете этого вора, то я обещаю тебе место депутата. Кого мне ловить? Он у меня, что ли, жилье арендует, чтобы легко поймать? Сделав я то же самое в Верховном Командовании, я бы легко стал депутатом уже. Говори. Посылаю фото парня, который вам нужен. Смотрите. Я ничего не знаю, брат. Эй! Мне нужна вся информация об этом парне в течение суток. Какие у вас отношения с этим ребенком? Госпожа Минсестра, она из нашего фонда и учится у нас. Подпишите документ. Операция через несколько часов. Мы попросили подготовить кровь с отрицательной группой. Один из нашей команды с той же группой. Я позвоню ему. Попросите его прийти скорее, чтобы не было проблем. Хорошо, мадам, хорошо. Дядя, я скоро буду, не волнуйтесь. Поторопись, сынок, я переживаю. Еду, дядя. Эй, езжай быстрее. Эй, ты куда поехал? Больница в другой стороне. Ты зачем везешь нас сюда, а? Эй, остановись! Брат, у меня есть человек, чью фотографию вы мне присылали. Эй, твоя идея с WhatsApp это здорово, чувак. Иначе мы бы шастали по всем улицам в поисках этого парня. Говори. Пхай, мы нашли его. Приведите его, приведите, мне он нужен. Будем у тебя через 10 минут. Эй, брат сказал привезти тебя, пойдем. Какой брат, идиот? Что, подунок, неужели не пойдешь, пока я тебе не предъявлю его ID и адрес? Если я пойду с тобой, не останется ни ID, ни адреса. У меня там срочное дело, и мне пора, убери машину. У нас с тобой более срочное дело. Неужели не понимаешь? У меня чрезвычайная ситуация, и вы отправитесь отсюда на скорой, если попытаетесь меня остановить. Какой вариант вам нужен? Если у них есть мозги, они пойдут на первый вариант. Ну что, брат? Эй, схватите его. Ну вот. Вы еще раз доказали, что у толстяков нет мозгов. Я вот подумал, что здесь везде пепел, но пепел у вас в голове. Сейчас вы превратитесь в пепел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда я просил привезти его живым, почему ты пытаешься убить его? Как я узнаю, где наши деньги, если что-то случится с господином? У нас так много дел с господином. Все думают, что я стал министром, когда умер мой отец. Я так не думал. Я думал, ты убил его и стал им. Верно. Я убил своего отца ради поста. И буду ли я спокоен, когда ты украл мои деньги? Буду ли я спокоен, я выплесну все. Ты все равно должен поймать этого парня. Неужели он? Я? Да, ты. Он ворует мои деньги у меня три месяца. Это сводит меня с ума! Кто вам сказал, что я могу поймать этого вора? Это я, дорогой. Вы? Помолчи и выслушай меня. Каков общий счет? Сэр, это он украл ваши деньги. Звони немедленно заму главного инспектора, и я добьюсь ареста этого негодяя. Вы добьетесь его ареста и посадите его в своем уме? Что ты говоришь, идиот? У нас есть счет на деньги, которые он украл. Где у нас? Это черные деньги. В этом-то и проблема для нас, если мы заведем дело. Так что, мне его отпустить? Вот, подлец, ты впервые подкинул хорошую идею. Давай, зови этого человека. Эй, я тебя зову. Нас поймали, братан. Не волнуйся, я справлюсь. Сэр, ты узнал его? Кого, его? Эй, он наш министр здравоохранения. Сэр, наша карта Арагясри? Не выпендривайтесь, это выглядит ужасно. В тот день я выкупил ордер на перевод, думая, что ты полицейский, но после того, как узнал, что ты вор... Сейчас нас поймают. Я стал твоим фанатом. У меня к тебе дело. Пойдем со мной. У меня с вами важное дело, идемте со мной. Ну давай, же дай хотя бы свой номер телефона для связи. Номер телефона? 9-5-3-3-3-8-0-6-6-1. Эй, чувак, я сделаю с тобой селфи, пожалуйста, подойди. Всего одно селфи. Ты дал номер тех людей, что занимаются планированием семьи, и снова выставил меня дураком. Может, вы прекратите и перейдете к главному? Послушай, наш человек, министр внутренних дел этого штата, но вор ищет, где все прячут деньги и грабит их. Какой у него будет престиж и должность, если общественность узнает, что вор обворовывает его? Для этого мы подумали, что только такой умный вор может поймать этого вора. Я сам отправил твое фото. Дорогой, ты все равно должен поймать этого вора. Если нет, он говорит, что убьет и меня, без сомнений. В любом случае, поймайте его, и я заплачу сколько нужно. Сэр, мне срочно нужно идти и сдать кровь. О нет, это ведь первое отрицательное. Я послал 10 человек, и бочка полная крови готова. Я министр здравоохранения все-таки. Неужели? Спасибо, сэр. Брат, ребенок в безопасности. Твое дело сделано. Теперь сделай мое. Какова следующая сделка? Мы должны устроить денежную хавалу о Равинду Дубею на выборах в Бихаре. Вы готовьте наличные, а я приготовлю план, чтобы поймать его. Зять? Зять? Зять Водокам. Зять Водокам. Ваш зять не выходит из комнаты уже два дня. Почему? Да, дядя. Мой папа пришел к вам в комнату два дня назад. Очень долго смотрел что-то в компьютере. Затем он открыл твою систему и увидел несколько фотографий. С тех пор вся система моего отца зависла. Он видел? С тех пор он не выходит из комнаты. Он все выполняет прямо там. Сейчас он знает все наши секреты. Зять? Зять! Что такое, зять Водокам? Вы не выходите из комнаты? Освещаю всю колонию. Почему вы сами сидите в темноте? Если все использовать, что бесплатно, происходит то же самое. Эй, что я вам сделал не так? Сказав вынуть то, что есть, и многократно толкать то, что выходит, вы навсегда втолкнули меня внутрь. Если министр узнает, что разработка этой колонии велась мной на его деньги... Прошу вас, ребята, пожалуйста. Покиньте дом и уходите. Да не волнуйся так, зять. Вы подпрыгнете от радости, услышав мои новости. Я уже плачу от того, что сделал. Сначала расскажи, что за новости. Этот министр назначил меня поймать парня, грабящего его деньги. Он назначил вора поймать вора? И он вице-президент, похожий на вип-персону? Привет. Что случилось? Ты почему такая? Вчера мой отец ждал тебя целый день. Я звонила, писала тебе сообщения, а ты не отвечал. Папа спросил, придет ли парень, который не пришел встретиться с ним на свадьбу со мной? Мое уважение потеряно. Не надо так, Акшара, у меня было срочное дело. Мы важны для вас, пока не сдадимся. А после этого все важно, кроме нас. Ты что, домогаешься ее? Пытаешься заполучить девушку? И знаешь, каково твое состояние, если девушка влюбится в тебя по ошибке? И какое? Если у тебя есть девушка, сколько раз в день ты должен встречаться? Сколько раз в месяц ходить по магазинам? А если кофе заказывать, понравится и то, что мы заказываем, или будет спорить с нами? В какой ситуации ты забываешь дату дня рождения? Мы должны позволить девушкам быть в нашем фейсбуке и инстаграме, можем ли мы лайкать фото или нет? Если какая-то девушка из тех подруг прекрасна, увидим мы ее сейчас или нет? Оставив все это, если наш телефон когда-нибудь будет занят, с кем ты разговариваешь, девушка ты или парень? Выдерживая их ежемесячные перепады настроения и запросы, отправляясь вовремя в то место, куда они звонят и когда-нибудь, если не можешь, пойти, имея какое-то срочное дело, даже не понимая этого, все еще говоря окей за это и пытаясь их успокоить. Когда такой одиночка, как ты, наблюдает за ним, не пойти и сразиться с ним или попытаться заставить его понять? Пожалуйста, хватит, брат, так много неприятностей в жизни, если девушка влюблена. С сегодняшнего дня я не буду смотреть ни на одну девушку в жизни, спасибо. Кажется, этот идиот возненавидел девушек. Я просто рассказывал ему уловки в любви. У тебя столько проблем с девушкой? Нет, нет. Иди к черту. Эй, не у меня, ладно, ну! Эй, не у меня, ладно, ну! Тел ми, Тел ми, Тел ми, Тел ми! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Как было сказано? ДимаTorzok 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 Это они! Давай же! Куда ты едешь? Нам нужны они! Брат, я их поймал. Заставьте их сказать, кто стоит за ними. Я еду. Сменив одежду, вы думаете, что сможете украсть деньги? Вы жалкие подонки. Когда у вас столько мозгов, насколько умнее должен быть брат? Вот почему. Брат положил жучок в сумку. Говорите, идиоты, кто стоит за вами? Кто стоит за вами? Мы взяли деньги, и за нами никого нет. У тебя не так много сцен. Кто главный? Говори. За нами правда никого нет, брат. Я знаю, как заставить тебя говорить. Эй! Сэр, позади нас никого нет. Правда, сэр, никого нет. Что уставились, парни? Я за ними и деньги тоже украл я. И я убью всех вас, если вы еще раз их ударите. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как так бьёшь? На дороге будет ограничение скорости, в банкомате ограничение по деньгам и экзамен ограничен по времени, но мои действия не имеют границ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце концов, он оставил этот GPS только для нас. Чтобы поймать этого парня, мы использовали его. Теперь что нам использовать, чтобы поймать этого парня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он украл наши деньги, поэтому планировал быть рядом с нами. Он необычный вор, как сказал министр здравоохранения. Парни! Не оставляйте его и всё связанное с ним! Идите уже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сэр, не бегите так, вы умрёте от инфаркта. Если я не побегу сейчас, я умру от рук того министра. Послушай, компонент! Я доктор! Да какая разница, где реанимация? Где пациент? Я пациент. Не позволяй тому министру войти сюда. Что случилось, сэр? Всё произошло из-за того придурка. Он погубил меня, сказав талант и ум. Что я сделал, сэр? Ты всё это сделал! Когда я сказал, чтобы его поймали в тот день в полиции, ты же что, мы используем талант! Что же случилось теперь? Он использовал нас! Будучи помощником, я же должен давать советы! Это сказано не как совет, а чтобы погубить. Ты негодяй! Послушайте, доктор. К тому времени, как он придёт, сделайте мне укол и усыпите меня. У вас будет побочный эффект, если мы это сделаем. Если он придёт, будет прямой эффект. Введите куда-нибудь немедленно. Давай мне. Если он придёт и спросит, что со мной не так, в какой-то стране, там недавно распространилась какая-то болезнь. Эбола. Да, скажите, что я заразился, и он уйдёт отсюда. Точно уйдёт. Сэр, он умер или спит? Если завтра встанет, значит он спал. Если нет, значит мёртв. Мы вынимаем то, что есть, и толкаем то, что снаружи. Где здесь дом, водокаму или шварао? Тот дом, где играет тот толстый принёв. Папа! Дай топлёное масло. Папа, за тобой пришли люди министра. Они пришли? Да. Я не ожидал, что это случится так быстро. Ты всё собрала? Имея в доме этого вора и такую идиотку, как ты, что ещё, кроме камней и оптических прицелов, будет в моём теле? Это всё моя карма. Я ухожу. Если кто-нибудь придёт, скажи, что не имеешь ко мне никакого отношения. Молю тебя, ощути его, как ребёнка данного богом. Теперь я потерял все надежды на своё место корпората. Эй, кто вы? Почему вошли без разрешения? Это человек, связанный с благотворительным фондом Дургадеви. Отпустите меня, пожалуйста. Он мне нужен, и мои деньги тоже. Хорошо, брат. Ищите везде. Ищите там. Она его любовница. У него есть время даже на любовь? Неужели ты не сумела полюбить никого, кроме этого вора? Говори, где он? Говори. Эй, скажи ему, чтобы пришёл. Позвони ему и скажи, чтобы пришёл, иначе я убью тебя. Бро, он отвечает за этот фонд. Он скажет, где этот парень. Ну же, говори, где он? Он не здесь. Это всё ещё священный храм, построенный для детей-сирот. Такой преступник, как ты, не имеет права даже стоять здесь. Убирайся. О чём ты, старый идиот, трепешься? Где этот негодяй-вор? Ты можешь смеяться, глядя на меня, мошенник. Как же? Король Лакхов-Кроров и владелец тысячи семей. Когда вы называете такого человека вором, как мне не смеяться? Ровно два месяца назад, чтобы встретиться для пяти минут и поговорить минуту, со сто телефонными звонками и рекомендациями четырёх государств, вы были в Лондоне, чтобы встретить человека, ожидавшего четыре часа, не так ли? Анан Сурана. Сын Ананда Сураны и есть тот человек, о котором вы спрашивали в экран Сурана. Единственный наследник Сурана Индестрис во всём мире. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Я так рад, дорогой. Сураны входят в десятку самых богатых людей мира. Сын, но если ты будешь со мной, то через несколько лет мы будем на первом месте. Деньги, деньги, деньги. Разве жизнь вам не наскучила? Деньги не надоедают, сынок. Жизнь без них будет скучной. Даже твоя мать была такой же. Она никогда не поддерживала меня в бизнесе. Папа, уже слишком поздно. Завтра годовщина смерти мамы, и нам нужно выходить рано утром. Я совсем забыл. Редактор субтитров А.Семкин Викронт, нам пора навстречу. Давай, пойдем. Я хочу побыть здесь еще немного. Как долго бы ты не ждал, твоя мать уже не вернется. Папа, ты считаешь, что мы должны чувствовать боль, вспоминая о маме? А я всегда чувствую, что мама жива, вспоминая моменты, проведенные вместе с ней. Пожалуйста, постарайся понять. Папа, я буду чувствовать боль. Папа, я буду чувствовать боль, вспоминая о маме. Алло. Алло, сэр. Кто это? Благотворительный фонд Дургадеви, управляющий телак. Сэр, пожалуйста, не кладите трубку. Пожалуйста, выслушайте меня. Что? Накануне завершения 25 лет, с тех пор, как мадам Дургадеви основал этот фонд, все те, кто учился, выпустился отсюда и хорошо устроился, теперь планируют празднование серебряного юбилея. За все эти годы вы ни разу не посетили фонд. Они будут очень рады, если вы найдете время и приедете хотя бы сейчас, сэр. Если я приеду, вы поприветствуете меня и заставите сесть в кресло и подписать пожертвование. Пожертвование и пожертвование. Сэр, это не ради денег. Она хоть и ушла, покинув нас. Вы не оставляете нас. Положите трубку и больше не звоните. Господин телак? Кто это? Это я, Викрант. Ты в порядке, сынок? Я видел тебя еще ребенком. Вы не переживайте о том, что сказал мой отец. Когда 25-я годовщина? Ты сказал, что хочешь посетить Индию, чтобы завершить сделку по МНТ. Климатические условия Индии тебе не подойдут. Что значит, родина не подходит? Мы до сих пор побеждаем. И мы победим там, где родились, верно? Ты говоришь о коммерческой сделке, которая делается в Индии? Климатические условия Индии. Добро пожаловать в Индию. Сэр, меня зовут Рэдди. Я здесь, в вашей компании. Когда приезжает отец... Вы заботитесь обо всех его программах. А теперь ваши программы? Вы позаботитесь. Необходима представляться, когда противоположность не знает о нас. Также нужно быть осмотрительными. Вы супер, сэр. Сэр, в чем дело? Вы дали столько денег этому мальчику? Когда он попросил их, мне захотелось их дать. Эй, осторожно! Сэр! Господин Рэдди, какая же эта маленькая рана? Успокойтесь, сэр. Ваш отец уволит нас с работы, если с вами что-то случится. Вам не стоит волноваться, сэр. Это всего лишь небольшой перелом. На восстановление уйдет несколько недель. После этого я сам приду и сниму повязку. До тех пор достаточно принимать лекарства. Сэр, только что в Гурукуле взорвалась бомба. Скорая привозит всех сюда, поскольку наша больница совсем рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Сэр, он министр внутренних дел штата, а рядом министр здравоохранения. Сэр, как вы отреагируете на произошедший взрыв? Это террористический акт. Я осуждаю это. Я объявлю о пожертвованиях от правительства в 10 тысяч лаков за убитых и 5 тысяч раненых в результате взрыва. Молюсь Богу, чтобы все они поскорее выздоровели. Сэр, что вы думаете о взрыве? Вместе с пожертвованиями правительство понесет все расходы их семей до полного их выздоровления. Принимаете ли вы случившееся как свое поражение? Отойдите в сторону, я хочу навестить их всех. Сэр, пожалуйста, ответьте, сэр! Передайте эту сумму господину министру с просьбой потратить на жертв. Простите, сэр, господин министр, наш господин просил передать это вам для этих жертв. Один крор? Позовите этого доброго человека, давайте сделаем фото. Он всегда рядом, чтобы помочь, и далеко не появляется, сэр. Что такое, Аннант? Ты переводишь все дела отсюда в Лондон? Не сказав мне ни слова? Нет, дело не только в бизнесе. Мы уезжаем из Индии. Зачем? Невозможно поддерживать эту работу. Почему тебя это волнует? Я работаю на деньги, которые дал мне мой отец. Не говори глупостей. Дело не в твоем или моем. Если те же деньги вкладываются в бизнес, они приумножаются. Бог благословил нас финансово не только для того, чтобы поднимать наши стандарты, но и для того, чтобы поднять нашу отдачу. Об этом хорошо было бы почитать на заборах. Завтра мы уезжаем, и все. Я поняла, Аннант. Ты можешь забрать меня из-за шрама, но не из-за моих амбиций. С того момента, как я вошел сюда, я чувствую себя ближе к маме, господин Тилак. Мы очень рады, что ты приехал сюда. Душа твоей матери покоится в мире. Наши собственные дети сказали нам уйти, потому что больше не могли нас выносить. Мы живем здесь. По милости этой богине. Сэр, сегодня каждый из нас занимает хорошие позиции в различных профессиях. Ваша мать – причина всего этого. Господин Роди, дайте чековую книжку. Мама ушла, передав нам денег на несколько поколений. Она всегда чувствовала себя плохо только из-за одного. Она говорила, что после отъезда в Лондон могла отправлять деньги, но не могла выполнять дело напрямую. Сэр, отец хочет поговорить с вами. Алло, завтра ты должен поехать в Дели, и если подпишетесь по метрическому показателю, тогда проект будет нашим. После этого ты можешь вернуться в Лондон. Хорошо, отец. Думаю, что наши ребята доставили вам хлопот. Хлопот – это когда гонорар не дают. Кстати, как поживают пострадавшие после взрыва? Не знаю. Всех уже давно выписали. Выписали? Это невозможно. Мне показалось, что им нужно минимум полгода для восстановления. Это займет много времени, сэр. Им ведь нужны деньги для лечения. Но правительство же должно было взять на себя все расходы. Это обычное дело здесь, сэр. Они объявляют, что выплатят деньги, но никогда не делают этого. Почему бы в вашей больнице не заняться этим? Это корпоративная больница, сэр. Там соотношение цена-качество не для человека. Где же все это теперь? Не знаю, сэр. Господин Рэдди, я хочу увидеть их сейчас же. Если вы не уедете, отец... Господин Рэдди, это мой приказ. Сэр, когда я попросил наших сотрудников проверить больничные записи, я узнал, что мало кто из жертв из этой местности. Сэр, что мы скажем, если они спросят, кто мы? Скажем, что мы из благотворительного фонда Дургадыви. Как долго ты будешь возделывать землю на бесплодной земле, отец? Сказав это, он попросил меня приехать в город, чтобы позаботиться. Привез меня сюда. А сейчас? Он в таком положении, что я должен заботиться о нем. Он онемел. И к тому же он оглох. Это стоит почти 10 тысяч на лекарства в месяц. Мы продали все земли, которые у нас были. Министры пришли и сказали, что правительство позаботится о нас. Но так никто и не позаботился до сих пор. Он зарабатывал тысячу каждый день, занимаясь живописью. Кто-то подложил туда бомбу, и он оказался в таком положении. Железные осколки пробили голову во время этого взрыва. Он не может говорить, поскольку поврежден мозг. Он не может никого опознать. Нам сказали, что правительство выделит пять лакхов. Но они не оплатили даже больничный счет. Ее зовут Вайбхави, сэр. Чемпионка штата по бегу. После того, что случилось, мы искали помощи у правительства, сэр. Когда я ходил к министру, они просили документ. Когда пошел в офис правительства, они говорят, что должна быть завершена проверка. Сотни как я ждут помощи, сэр. Сотни как я ждут помощи, сэр. Слушай, принеси двадцать пять тысяч, и я достану тебе деньги с ума компенсации в сто пятьдесят. Как же, сэр? Министр говорил о пятьсот тысячах. Доля министра в этом три лакха и двадцать пять тысяч для его помощника. Именно эти деньги правительство назначило за мертвое тело моего мужа, разорванного на куски. Вы принимаете участие даже в этом? Разве вы люди? В любом случае, сельское хозяйство не налаживается. Думаю, хотя бы получить помощь от правительства. Мой отец выпил пестицид, брат. Генеральный министр сказал выдать десять лакхов, и прошло шесть месяцев. Все деньги, что у меня были, потрачены на проезд в автобусе, брат. Пожалуйста, дай мне пятьдесят рупий. Я очень голоден. Пожалуйста, брат. Сэр, за вознаграждение моей сестры. Эй, надо ходить в колледж, возвращаться домой и учиться. А такое бывает, что гуляет по парку и ресторанам с бойфрендом. Будьте рады этим. Пожалуйста, сэр. Отойди. Сэр, не позволяйте случиться несправедливости с моей сестрой. Народ в растерянности. И компенсация уходит политикам. Обычный человек не получит помощи, если не изменится система из десяти человек, подписывающих за одного, чтобы получить помощь. Нет проблем. Даже если проблему не решить, то есть мысль о том, чтобы обналичить ее. Мы уничтожим это. Более половины из них умрут, не получив помощи к тому моменту, когда вы пожелаете внести изменения в систему. Сколько всего было жертв в тот день? Всего в тот день произошло три взрыва подряд, сэр. Те мертвые, раненые и суммирующие жертв в подобных инцидентах ранее. Какие десятки и сотни, сэр? Их будут тысячи. Подготовьте список. Я внесу сумму, необходимую для лечения. Но недостаточно будет лечить только ей, господин Рэдзи. Мы должны лечить всю систему. Устрою шоковую терапию. Их жизнь не стоит примерной стоимости твоих наручных часов. Твоя мать была такой же. Она работала круглосуточно, говоря о пожертвованиях, обслуживании и благотворительности. Та же кровь, верно? Ты начал все сначала. Ладно. Пусть все пройдет. Я перенесу встречу, когда у тебя будет возможность. Сколько еще ты будешь думать умом, папа? Подумай хоть раз с сердцем. Если бы я прислушивался к сердцу, то сегодня с нами не было бы стольких тысяч миллиардов. Сурана группа Индастрис не была бы в таком положении. Более того, будучи управляющим директором этой компании, ты ошибся. Когда деловой человек делает пожертвования, это должно быть либо для какого-то рекламного трюка, или для налоговых льгот. Но ты отдал коррумпированному политику. Эй, что ты там пишешь? Не беспокойся, когда я тебе говорю. Ты верно, сказал пап. Я не пригоден быть управляющим этой компании. Я ухожу в отставку. Если я обойдусь своими деньгами, это поможет. Если заставлю их вернуть украденные деньги, это справедливость. И вернусь снова после того, как отдам им справедливость вместе с помощью. Я много сделал для тебя как сын, папа. Теперь пришло время заняться мамой. Хорошо, сэр. Флэшбэк его велик. Господин Тилак, когда я граблю здесь сотни кроров, сэр отнимает у меня тысячи крор. Что это за счет? Грабя те же деньги у вас, он образовал сеть со студентами, обучающимися в этом же фонде. И Викран Сурана сделал возможным то, чтобы любой человек по всему штату, ставший жертвой, получал компенсацию. Люди, которые должны заниматься службой, занимаются мошенничеством, а Викран Сурана занимается бизнесом, оказывая услуги. Спасибо, господин Тилак. Вы с большой ясностью все сказали. Нам потребовалось два месяца, чтобы встретиться с Анандом Сураном. Не знаю, сколько времени нам понадобится, чтобы встретиться с вором Сураном. Эй, посмотрите, это может быть он. О, нет. Не он, сэр. Это все телевизионные каналы пришли посмотреть на вас. Он опять затеял какую-то игру, сэр. Теперь вы ничего не сделаете. Идите, скажите им что-нибудь и отошлите их. До сих пор мы видели, как министры изымали пожертвования. Но впервые, впечатлившись службой этого фонда, генеральный министр сам пришел внести пожертвования. Это тоже без огласки. И позвольте нам спросить генерального министра и узнать подробности. В чем причина такого доверия, сэр? Поддержание такого фонда стоит больших затрат. Узнав, что они работают без каких-либо ожиданий, я оценил их. Если вам нужна какая-то поддержка от правительства, я займусь этим. Сэр, будете ли вы продолжать делать пожертвования и в будущем? Эй, господин министр! Что, сэр? Почему же вы уходите? Что еще здесь делать? Старик уже все сказал! Нет, сэр, вы забыли о деле, ради которого вы сюда пришли. Что он забыл? Подожди! Эй, что он забыл? Вы сказали пожертвовать 5 крор в этот фонд, верно, сэр? Ты... Журналисты, сэр. Мы только что потеряли деньги, и вы потеряете престиж, сэр. Но вы заработаете рекламу, отдавая чек. В тот день я отдал 1 крор за хорошее дело. Сегодня за то же доброе дело я беру у тебя 5 крор. Счет урегулирован? Тебя сейчас спасли журналисты. Но ты не сможешь никуда убежать от меня. Я не уйду. И не оставлю вас. Мы скоро встретимся на очень хорошей площадке. Увидимся. Прости. Из-за меня у тебя неприятности. Счет урегулирован в воле紅 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Попросите его прекратить все это и явиться завтра в суд Рахим, наводи камеру на министра внутренних дел. Сэр, сэр, разве это мужество? Вы можете избежать того, чтобы быть политиком о власти? Уверенность в том, что суд никогда не ошибается. Доверие должно быть не на суде, а на адвокате, который ведет дело. Достаточно ли он силен? Вы слышали имя Шарат Хилкар? Тот человек, что вывел нашего главного министра из дела о коррупции? Да, он. Его гонорар 20 лакхов. За дело? Нет, в час. Начнем суд. Это не новая история, сэр. История возрастом саму нацию. Коррупция. Какая бы партия ни была у власти, коррупция в стране процветает, сэр. Несколько месяцев назад в Хайдарабаде произошел террористический акт. Принимая народ в жутком состоянии, эти же министры объявили пожертвования, цену за мертвое тело и потерянные органы перед этими же СМИ. Там были только объявления. Но компенсация так и не пришла. Не только террористический акт, сэр. Когда происходит авария поезда или автобуса, наводнение или циклона, и даже когда фермеры совершают самоубийство из-за неурожая, пожертвования не достигают людей. Такие задержки происходят исключительно из-за административных процедур. Мы все знаем эту проблему. Но каким образом это относится к нашему делу? Попросите его сначала перейти к делу, Ваша честь. В этом все дело, Ваша честь. Это не административная задержка. Это вопиющая коррупция. Как появился чек, который я отдал в качестве пожертвования в больнице, где находились пострадавшие? Были приняты в день взрыва бомбы на счета бинами в Мумбаи, сэр. Когда я вытащил подробности об этом счете, вся эфера выпала наружу. Главный ум, стоящий за всеми этими злодеяниями, это наш министр внутренних дел Джаендра, он же Наек. Эти министры создали синдикат с помощью нескольких правительственных чиновников. А деньги, которые они спрятали, я украл и сделал так, чтобы это дошло до жертв через фонд Дургадеви, сэр. Я предоставил в суд все чеки, больничные счета и все, что с этим связано. Вы также можете увидеть текущее положение жертв, сэр. Спасибо, сэр. История Робин Гуда очень хороша, сэр. Но если бы он доказал, что деньги принадлежат моему клиенту, было бы гораздо лучше. У меня есть доказательства. Все, что сказал Викрант, правда, сэр. Мы бинами от Наяка. Когда он пытался убить нас в гневе, что потерял деньги, господин Викрант спас нас. Ваша честь, то, что они говорят, ложь. Эти двое когда-то были моими подчиненными. Зная, что они злоупотребляют средствами, я подал заявление в полицию и уволил их обоих с работы. И теперь, имея это в виду, они так говорят. Это все, Ваша честь. Свидетели не имеют характера и доверия осудить кого-либо в суде. Вам нужны неопровержимые доказательства, чего, собственно, у них нет. Сэр, посмотрите видеодоказательства, которые я представил суду. Наяк Пхай. Заткнись! Я сохранил это имя не для того, чтобы люди называли меня так, а чтобы скрыть свои деньги от имени Бинами, как ты. Моя кровь тоже кипит от просмотра видео, Ваша честь. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы наказать такого человека. Вы и публика смотрели это видео, и прежде чем прийти к решению, пожалуйста, посмотрите это видео еще раз. Моя репутация лидера состоит в том, чтобы служить обществу, а не для того, чтобы прикрыть свою коррупцию. Я уволю вас обоих. Это видео фальшивка, сэр. Они пытаются обмануть суд, изменив звук с оригинального видео. Совершенно верно, сэр. То, что мы говорим одно и то же. Это новейшая технология на сегодняшний день. Умельцы сфальсифицировали видео даже Обамы и Марка Зукерберга. Что может быть проблемой в изменении голоса моего клиента, сэр? Если эти два видео будут отправлены в судебно-медицинскую лабораторию, будет известно, что настоящее, а что подделка. Для министра внутренних дел это небольшая проблема манипулировать отчетом лаборатории, сэр. Они справятся совсем за одну ночь. Что такое, господин Викронт? Похоже, вы напрягаетесь от предчувствия, что правда выпадет наружу, сказать настоящую историю. Ваша честь, эта история началась 25 лет назад. Его мать, хороший провидец, она основала этот фонд Дургадеви 25 лет назад. Он будет грабить страну во имя бизнеса. Во имя благотворительности она переводит деньги за границу. Весь процесс сховала, сэр. Пожалуйста, проявите уважение к людям, которых больше нет. Жизнь уходит, умирая. Но куда, скажите мне, денется грех? Я скажу, зачем он это все делает. Мой клиент должен был встретиться с клиентом по поводу инвестиций с ураной индустрии в штате. Он показал свою жадность тысяч кроров в качестве взятки. Взамен он просил выделить 10 тысяч гектаров земли СЭС в свою компанию. Мой клиент не согласился. Таким образом, политически шантажируя моего клиента и правительство, они и сделали все это, чтобы их дело было выполнено. Взгляните на моего клиента. Хоть его и обвиняют в ложных уловках, с доверием, которое он испытывает в судебной системе, он сидит в суде невинно. А я-то подумал, почему он сказал 20 лакхов в час? Пожалуйста, закройте это дело. Конфискуйте благотворительный фонд Дургадеви, установите СБА и запрос о своей деятельности. Это все ваше честь. Спасибо. Приказываю полицейскому департаменту отправить эти два видео в правительственную судмедлабораторию и дать отчет об этом. Я приказываю провести расследование СБА о деятельности благотворительного фонда Дургадеви. Суд удаляется до следующего заседания. Ты был бы счастлив, если бы умер в тюрьме в руках моих людей. Я заставлю тебя почувствовать, что ты совершил ошибку, оставшись в живых. Эй, приведите ко мне того офицера СБА, что расспрашивает о фонде. Давайте навсегда закроем его. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас вы знаете правду. А теперь позовите офицера, что расследовал это дело. Покажите этот отчет народу. В прошлый раз, когда мы просили его найти, кто за этим стоит, он ушел, показав неверный отчет. Даст ли он нам сейчас положительный? Сэр дал серьезное предупреждение, чтобы подобная ошибка не повторилась. На этот раз разницы не будет. Отчет о расследовании, который я провел по поводу фонда, перед вами, сэр. Я даю показания под присягой, ваша честь. Все обвинения, которые возникли в связи с этим фондом, таковы. Это просто ложь, сэр. Другое значение бескорыстного служения – это доверие, ваша честь. Ты сказал, никакой разницы не будет. Он ударил где-то сзади. Сэр, то, что сказал Викран, было правдой. Деньги принадлежат этим людям. Так совпало, что человек, назначенный наеком, чтобы поймать парня, грабящего эти деньги, снова был у меня, сэр. Сэр, я возражаю. Пожалуйста, пусть продолжает. У меня проблемы со слухом, сэр. Поэтому я записываю каждый разговор, сэр. У меня есть все записи наших с наеком телефонных разговоров. Одна копия, относящаяся к этому, находится перед вами, сэр. Даже есть запись, где министр внутренних дел согласился с тем, что Викрант украл его деньги. Сэр, 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 это все артисты мимикрии. Да таких записей сотню можно сделать. Я заранее знал, что вы зададите этот вопрос, сэр. Наряду с отчетом голосового эксперта, в котором говорится, что голос записи принадлежит найку, есть также отчет Государственной судебно-медицинской лаборатории поверх, сэр. Зачем ты меня позвал? Я очень долго сомневался, чтобы прояснить это. Хотя вы знали, что я совершил все ограбления. Могу я узнать, почему вы неверно сообщили найку? Десять лет назад я повредил свое ухо в результате взрыва мины. Я знаю, как трудно жить с физическим недостатком. Я ни к чему не подключался, кроме того, как подключился по твоему делу. Может быть, я поврежден, но полон решимости. Впервые я нарушил свое обязательство, дав неверный отчет о тебе. В тот день вы подключились к моему делу и дали неправильный отчет. Теперь это дело само по себе в опасности, сэр. Если у ежедневной ставки поднимется температура, то покупают таблетку стоимостью 2 рупии. В этом случае правительство собирает две пайсы в качестве налога. Зарплата, которую вы получаете ежемесячно, выплачивается только из этого налога, сэр. Вы так преданы человеку, который вас подкупает. Тогда сколько преданности вы должны иметь по отношению к людям, которые ежемесячно платят вам зарплату? Вы сами должны решить, сэр, встать рядом с правосудием или с несправедливостью. Когда человек без всякого отношения так старается очистить эту систему, я считал неправильным не выполнять свой долг, получая зарплату и не нося форму. Вот почему я пришел в суд вместе с доказательствами против Найка. Это все ваша честь. Я думал, мы воспользуемся им, но он использовал его. Теперь скажите, сэр, два года назад он дал показания под присягой в избирательной комиссии, что все имущество министра внутренних дел составляет 28 лакхов. Откуда такие деньги? Оставьте пока все, он сам признался в совершении ограбления. Дайте сначала ему наказание, сэр. Наказывать это не преступление. Я украл эти деньги, чтобы доказать, что коррупция продолжается. Согласно закону о разоблачителях 2011 года, я должен быть защищен и не преследоваться по закону. Эй, о чем ты вообще говоришь? Если вы будете связываться с нашим лидером, мы устроим протесты, бандхи и сожжем весь город. Эй, ты не должен злиться и показывать злость на меня. Видя канаву в каждом дворе, гуляя по нему, вы должны злиться на лидера, которого выбрали. Когда уличный фонарь не светится, когда полно мусора на улице, когда с людьми обращаются хуже, чем с животными, когда взятку просят на каждом шагу в правительственном кабинете, вы должны злиться. Почему никто не гневается на все это? Но когда лидер, занимающийся коррупцией, арестован, делать протесты, бандхи и сжигать автобусы, каждый парень выходит на дороге. Эй, он ворует вашу еду, жизнь и ваше будущее. Если вы случайно столкнетесь с неожиданным риском, они совершат аферу и своруют даже компенсации. Вы правильно сказали, сэр. Простой человек вроде меня сталкивается здесь со столькими проблемами из-за коррупции. Простой человек в этой стране не какой-нибудь чистый брат, он самая коррумпированная часть системы. В избирателе, который голосует больше коррупции, чем в политике, находящемся у власти. Когда ему говорят, что заплатят за голоса, он голосует, не думая ни о хорошем, ни о плохом. И если он просит общество без коррупции, откуда это возьмется? Прежде чем меняться стране, должен измениться простой человек. Ты должен измениться. Порядок, порядок. Мы изменимся, сэр. Но если они будут наказаны в этом суде, они обратятся в более высокий суд. Они справляются со всем и выходят снова. Что вы скажете на это, сэр? Если они избегают наказания в Верховном суде, вы дадите ответ Народном суде. Каждый политик должен знать, что он не получит депозит на выборах, если его вклады вырастут в швейцарском банке. Порядок, пожалуйста. Для блокирования коррупции существует комиссия, бюро по борьбе с ней и многие другие. Что еще нужно сделать, чтобы остановить коррупцию? Амазон, флипкарт или ebay. Когда мы заказываем товар в любом онлайн-сайте, через полсекунды мы получаем сообщение о том, когда его доставят, сэр. Транзакция происходит в следующую секунду, когда мы нажимаем «Топку отправить». С такой технологией зачем нам устаревшая система письменных показаний, если не беспокоить простого человека? Для того, чтобы жертва получила компенсацию, почему требуется участие стольких людей? Каждый из этих людей возьмет по чуть-чуть себе, а в итоге жертве никакой компенсации и не дойдет. Может же правительство просить связать адхар, чтобы говорить по телефону, почему они не просят связать то же самое для жертв? Когда Дургадеви благотворительный фонд с 32 сотрудниками справились с работой, почему у правительства с тысячами сотрудников не вышло? Теряя своих родных и части тела, сэр, никто в этой стране никогда больше не потрудится передвигаться по правительственным кабинетам ради пожертвований. Люди дали вам власть не для того, чтобы увеличить свое богатство, а для того, чтобы расширить их жизнь. Я, уходя завтра на пенсию, никогда не ожидал, что получу шанс вынести такое историческое осуждение. Я объявляю наяка, других министров и офицеров, вовлеченных в аферу, осужденными, и приказываю спикеру, а офицерам в связи с этим, немедленно снять их с занимаемых должностей. Как сказал Викрант, я рекомендую правительству распределить сумму компенсаций методом прямого перевода. Вечером вас выписывают. Оплатите счет на кассе и возьмите выписку. Хорошо, мэм. Ты должен получить деньги от правительства. Извините, сэр, деловой звонок из Великобритании. Я на работе. Попросите его позвонить позже. Перевод Ольга Шабанова, фильм. Озвучена студией Крейзи Кэт, специально для группы. Озвучка индийских фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-та-крафь. Ольга Шабанова, фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!